россияне и белорусы конечно братья и сестры диктатор с картофельным интеллектом и бункерный дед выборы без выбора протесты задержание околотки пытки все повторяется это наше дело тоже все мы слышали про пытки белорусских тюрьмах и овд и совсем недавно российский комитет против пыток и всемирная организация против пыток обнародили доклад который посвящен пыткам в беларуси это толстый доклад 46 страниц и он называется коридор дубинок путь белорусских властей доклад о полицейском насилии и там описываются в этом докладе дела 13 человек которые подвергались насилию всего-то четыре дня с 9 по 13 августа прошлого года но насколько мы знаем жалоб было гораздо больше мы знаем порядка двух тысяч заявлений это люди которые не побоялись писать эти заявления и жаловаться и говорить о том что к ним применяли пытки мы сегодня говорим с юристом российского комитета против пыток дмитрием казаковым здрасте дмитрий растерли у вас классная футболка с котом спасибо комитет против пыток это аббревиатура и такой милый котик таким котиком говорить о пытках наверное легче ну да но он здесь такое немножко небеззащитные у него имеются некоторые орудия скажем почему только 13 случаев вашем докладе мы изначально ехали в беларусь на не относительно непродолжительное время и понимали что мы не не можем не обладая достаточными ресурсами для того чтобы заниматься большим количеством дел поэтому изначально мы планировали отобрать примерно дюжину 10 небольшим дел которые отражали бы ситуацию которая произошла в августе с 9 по 13 число можно выделить некоторые категории этих дел по так скажем по их фабуле то есть там избиение при задержании перевозки избиение в отделах полиции избиение отдельно вот цепь ивс окрестина окрестина такой уже ставший нарицательным фреблина окрестина и нас резко погнали в нашу камеру и сумме нас оказалось человек 68-70 небольшую комнату где-то 10 но 10 метров через пару минут открылась дверь меня вывели начали бить палками по спине я как мог сгруппировался не издал ни звука они дальше меня били люди очень разные в том плане что кто-то шел на акцию сознательно говоря о том что я хотел выразить свое мнение мирно собравшись без оружия кто-то говорил что вообще просто проходил мимо и действительно там обстоятельства дела подтверждают то что он проходил мимо но вот за вот эти несколько дней там с 9 по 13 августа по официальным данным МВД Беларуси задержано за участие в несанкционированных акциях 7 тысяч человек около 7 тысяч человек то есть там не ли буквально всех а типичная история выглядит таким образом что вот шел с другом возвращался гулял проходил мимо отдела полиции меня окликнул человек в маске мы побежали потому что видели что что происходит вот эти последние дни за нами гонались нас догнали поймали скрутили запихнули в автобус побили привезли в отдел полиции там значит держали два часа в одной позе час в другой позе за любое непослушание и смену позы наносили удары потом оформили какие-то административки потом отвезли в окрестина там не давали пить есть держали значит в прогулочном дворике на протяжении несколько часов ночью в набитом значит в дворике набитом людьми вот ну и потом вот скорая скорая меня увезла в больницу одна из типичных историй примерно так звучит скажите а вы встречали случаи сексуального насилия потому что о них слышать было но абсолютно как вот в это не верилось что такое может быть 21 веке в центре европы но вот среди наших дел есть один заявитель который до сообщает о применении такого насилия а несколько других заявителей рассказывают не о самом носили но об угрозах такого насилия и в том числе о действиях направленных не то есть там сзади разрывали там штаны шорты и угрожали применением такого насилия вы когда общались с потерпевшими скажем да потерпевшими после пыток как проходят их адаптация к другой жизни будут ли они выходить на протесты а как их изменилась жизнь как они вообще ну не знаю выйти на улицу пойти за хлебом что же наверное очень сложно знаете очень тяжело очень по-разному это еще менялась с течением времени то есть могу сказать что когда мы только приехали в конце августа гораздо больше людей были готовы подавать заявления давать свидетельские показания мы чуть меньше трех месяцев провели беларусь и вот чем больше времени проходило тем меньше люди готовы были идти давать показания в качестве свидетелей то есть ну с нами они общались нам нам они рассказывали но говорили что нет мы не не пойдем потому что опасаемся негативных последствий выгонят из института будут проблемы на работе там родственники работают в структурах и тоже у них будут неприятности многие из тех с кем мы общались искали любую возможность для того чтобы уехать с беларуси и многие из наших заявителей это сделали уехали конечно все знают прекрасно организацию by пол который состоит из бывших белорусских силовиков которые уехали собственно по польшу и пытается там заниматься и тем что раскрывает личности но самых там ужасных людей которые пытаются белорусов и заниматься расследованиями раскрытием информации и имеет в общем связи и коммуникации с действующими силовиками которые тоже в общем таких штирлица немножечко то такие подпольно шатают режим вы в своей деятельности сталкивались с таким с силовиками с белорусскими может быть действующие может быть нет которые вам исподволь или прямо помогали в ваших расследованиях нет такого не было но кстати в целом вот то о чем вы говорите это следует особо подчеркнуть что за последние несколько месяцев появилось достаточно много различных медиафайлов видео и аудио которые обнародованы в том числе этим сообществом by пол по поводу действий и силовиков и различных разговоров различных должностных лиц создаются базы данных кто попал второй раз или кто попал второй раз он должен там остаться что-то мне подсказывает что это далеко не последние появляющиеся такие инсайды да и я думаю что они сыграют свою важную роль силовики обоновцы что белорусские что белорусские что российские в общем близнецы и братья откуда такая жестокость по отношению к собственному народу это отсутствие головного мозга отсутствие эмпатии жертвы пропаганды чисто за деньги вообще что это они же не могут не понимать что они мочат свой народ здесь факторов то очень много и это те факторы о которых там рассказывают там и может быть и сами заявители различной формации как которая появляется это естественно и идеологическая подготовка личного состава правоохранительных органов это и не знаю насколько достоверная информация насколько соответствующие действительности но была информация о том что и применение определенных психотропных веществ есть еще такой фактор как тоже его нельзя разбрасывать со счетов да это ощущение противостояния то есть когда различные аппетитационные паблики стали публиковать личные данные сотрудников правоохранительных органов они действительно это воспринимали как угрозу не только себе лично но и своим семьям это был фактор мне кажется определенного их их объединения внутри своего профессионального сообщества и ощущение некого противостояния что против нас враги которые желают нам нам зла нам нашим семьям те же на наши заявители рассказывают что вот в одном и том же месте да в одном тоже там отделе полиции там тоже окрестина были люди как ну так скажем сочувствующие не знаю которые там воду приносили были те которые оскорбляли били и так далее точно так же рассказывают что вот в одном в окрестина привезли там бесчеловечное обращение бьют есть пить не дают и держится значит в холодном прогулочном дворике всю ночь вот а потом привозят в другое место принудительное содержание через два дня и там горячий душ горячая еда медицинская помощь фиксация повреждений и это тоже место принудительного содержания только другое там другие люди тоже силовики но отношение совсем другое даже вот здесь в этих рамках все все не так однородно зачем они пытают можно хотя бы ответить на этот вопрос если имеет дело например с пытками в российском овд например да или следователь там я не знаю там пытает задержанно признавайся давай в убийстве ну хотя бы там признавайся там давай показания ну ну понятно что оправдать нельзя но хотя бы он говорит я пытаю чтобы он признался а зачем пытают на протестах чтобы что если говорить про беларусь у меня сложилось такое четкое впечатление что это было такое такие воспитательные меры потому что в большей и большей степени носили применялось к людям которые уже после задержания то есть они уже не могли не оказывали никакого сопротивления то есть там нет не было необходимости применять насилие там вот это вот избиение дубинками там по мягким частям тела все все эти коридоры дубинок это вот именно направлены на на унижение на подавление и некие воспитательные меры то есть там вот многие нам рассказывают что перед тем как выпустить из окрестина брали подписку о том что не буду больше значит участвовать в акциях и предупрежден что могу быть привлечен к уголовной ответственности на прощание еще несколько несколько ударов дубинкой там по ногам по заднице и после этого уже уже иди а женщины принимали участие в пытках да был есть рассказы о некоторых некоторых довольно ярких персонажах которые запомнились очень многим задерживаю этот отдельные именно дамы в отделе полиции в окрестина даже про медицинского работника про фельдшера 1 рассказывали что далека она была от выполнения своих функций по оказанию помощи после протестов конца января начала февраля в россии я состою во многих чатах по взаимопомощи и юридической и волонтерской вдруг я увидела что два очень таких сближения с белоруссию одно хорошее одно плохое хорошее огромное количество волонтеров которые может быть не готовы были сами выйти на протест или выходили но при этом снабжают овд и снабжают сахаров или егорьевской или другие центры в регионах прежде всего водой едой и одеждой и встречают на автомобилях развозят замечает очень много волонтеров очень много желающих помочь как и в беларуси а вторая вещь то какой у нас не было в общем никогда еще адвокатов перестали пускать в овд а это тоже как раз что было и есть беларуси но беларуси хотя бы по закону до адвокат не обязательно в россии то этой конституции закон обязателен но просто перестали и все до свидания как показывает белорусский опыт что вообще с этим делать белорусский опыт в этом в этой части совсем печален следственный комитет белорусский в принципе можно прямо сказать ни во что адвокатов не ставит то есть там проблема примерно такая же как в россии это недостаточная регламентация уголовно-процентральном кодексе стадии доследственной проверки вот но у нас по крайней мере есть все-таки наработанная правоприменительная практика где адвокатов так тут просто не посылают да то есть нас адвокат представитель заявителя он все-таки на следствии участвует вот а мы сейчас сталкиваемся с тем что адвокатам всякие во всяких разных формах говорят что никто звать его никак у пк он вообще не предусмотрен и там не не жалобы его нормально рассматривать не не хотят не не ходатайства и довольно тревожная такая вещь и скажите пожалуйста как юрист вот ситуация известная ситуация в москве у воды донской две девочки две сестрички сестры китаева у них на полке лежал пакет буквально заготовленный обычный пакет из пятерочки они надели мне его на голову и так слегка начали души ну я очень боялась честно я пыталась прикрываться сопротивляться при этом он как-то вот так вот ну наполнял максимально мою голову тряс меня вот их пытают когда девочки это рассказывают мне очень больно слышать то что они говорят а говорят они что мы терпели мы ждали что придет адвокат а он не приходил не приходил и не приходил а я знаю ситуацию с другой стороны адвокат стоял под дверью воды донской и его не пускали и стоял не один адвокат стоял адвокаты от овд-инфо это общественного вердикта и это всех или труси сидящий все адвокаты были да никто их не пускал дайте юридический совет во-первых что в такой ситуации делать адвокату а во-вторых вот вот девушка оказалась в ввд и сейчас ей будут надевать салфаный пакет на голову и обещают электрошок еще бог знает что что делать в этом случае что делать в этом случае стоит адвокату и совет попавшему в ситуацию первый раз человек который не знает будет адвокат или нет и скорее всего нет очень неблагодарное дело давать советы человек в ситуации когда ему а что делать давайте вы просто знаете об этом больше надеть пакет на голову нет это знаете любые советы в данной ситуации здесь наверное думать нужно о своем собственном психическом физическом здоровье и вероятно выполнять те действия которые которые требуют что касается адвокатов но собственно говоря наверное вот сейчас вот адвокатского сообщества во многом зависит то как они на эти прошедшие ситуации будут реагировать и нужно попытаться именно эту практику сломать юридически сейчас до до того как будут проходить следующие акции и будут происходить те же самые ситуации я однажды разговаривала с вашим коллегой юристом с где-то против пыток и он мне сказал вещь которая меня абсолютно потрясла он сказал что если вас пытают уже в отделении полиции вас ударили кулаком в лицо вы упали в этот момент аккуратненько заметите свои выпавшие зубы под шкаф пригодится когда будете писать заявление против пыток и когда будем расследовать может быть мы найдем эти ваши зубы это будет вашим доказательством сказал что мне надо думать о том чтобы замести аккуратно свои зубы в необычное место чтобы их оттуда не вымели и это было доказательство действительно вот так вот работаете с этим это вот как раз к вопросу о советах и рекомендациях видите вот вот как бы совет и ваша реакция вот у вас у вас такая реакция у другого человек может быть другая реакция поэтому я и говорил о неблагодарном деле в рекомендации в такой ситуации а бывают такие случаи когда люди так делают соображать так делать и потом вы находите таким образом доказательства были ситуации да когда сложно сказать насколько человек прямо это это делал сознательно да но там грубо говоря не знаю сплюнул кровь там в угол говори за плинтус да и потом из и и изъяли там кусок кусок ленорма обнаружили собственно кровь групповой принадлежностью этого человека как сейчас себя чувствуют белорусские правозащитники мы видим что происходит в россии но традиционно конечно с комитетом против пыток но и с другими организациями сейчас вплоть до того что преследуют такие правозащитные организации связанные с противодействию семейному насилию не говоря уже о каких-то тюремных организациях что происходит белоруссии с нашими коллегами ну мне кажется что тенденции у нас примерно одинаковые другое дело что так скажем стартовые исходные позиции немножко разные потому что на мой взгляд белорусские коллеги изначально на протяжении уже многих лет находится в гораздо худшем положении в плане именно давление оказывало на них я думаю мы еще придем туда в эту в эту точку но учитывая нынешние тенденции я я боюсь что это реалистичный сценарий а не охватывает отчаяние что комитет против пыток существует уже очень много лет по моему больше двадцати лет вы очень много делаете в оон работает соответствующий комитет да тоже много много лет а пытки то не кончаются более того мне кажется что и в россии то ли я не помню то ли не было пыток там 30 лет назад а сейчас вы работаете а пыток все больше и больше они не кончатся ну то есть думать об их конечности это иллюзия задача не не такая не 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 задача не искоренить пытки как пытаться искоренить болезни как 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 таковы тогда сложно работать врачом вопрос в том чтобы создать систему которая эффективно на это реагирует которая это где-то предотвращает где-то обеспечивает привлечение к ответственности неотвратимость наказаний за подобное вот это вот такие меры они способны эту практику снизить но убрать это явление вообще как как явление мне кажется у человечества на данном этапе не получится точно просто есть определенные вещи которые которые можно снизить до минимума но которые в силу не знаю человек самой человеческой природы они просто не 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 устранимы полностью дмитрий вот вы хорошо долго и тщательно поработали в белоруссии и судя по всему очень прониклись ситуации глубоко и искренне поэтому как вы думаете вот не политологические ну не знаю и не вангуя а именно пользуясь своими знаниями и эмоциями и чувствами как вы думаете весной как нам говорили летом протест белорусский продолжится мне кажется да мы не тоже по крайней мере мне казалось логичным что на зиму протест затихает он просто постоль поскольку холодно да дубак январь февраль чего уходить вот после всего того что пережили белорусы после всех этих ну все это чудовищных и пыток и унижений и задержаний и какой-то немотивированной жесткости и какого-то отвратительного совершенно что просто на редкость омерзить там у лукашенко как вы думаете они победят можем пожелать им удачи в этом спасибо дмитрий что и но и и и и